Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник, в день праздника обновления Храма Воскресения в Иерусалиме, за богослужением читаются три евангельских зачала – праздника, завторник и рядовое от Марка с 54 стиха 6 главы по 8 стих 7 главы. Послушаем это Евангелие на церковно-славянском языке. Во время Оно, исшедши Иисусове из корабля, познавши Его мужа земли Генесарецки, обтекши всю страну туночаши на одрех приносите болящие, и дежу слышиху якоту есть. И аможа, ащи вхаждаши в весе, или в ограды, или села, на распутиях полагаху недужные, и моляху Его, да по невоскриллю ризы Его прикоснутся, и лица ащи прикасахуся ему спасахуся. И собравшися к нему фарисеи, и нецы от книжник, пришедший от Иерусалима, и видевши некие от ученики Его, нечистыми руками, сирич неумовенными, едущи хлебы, ругахуся. Фарисейбо и все иудеи, ащи не трыщи умыют рук, не едят, держащи предание старец. И от торжища, ащи не покуплются, не едят. И и на много суть, я же прияши держатие погружения с кляницем, и чваном, и котлом, и одром. Потом же вопрошах у Его фарисеи и книжницы, «По что ученицы твои не ходят по преданию старец, но неумовенными руками едят хлеб?» Он же отвечав речей им, «Яко добре пророчество Исаия о вас лицемерях, яко же есть писано, сии люди уснави мя чтут, сердце же их далече отстоит от мине. Суй же чтут мя учащи учением, заповедям человеческим. Остальши бы заповедь Божию, держите предание человеческое». Предлагаю прочитать этот текст в русском переводе. «В то время, когда вышел Иисус из лодки, тотчас жители, узнав Его, обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно было, находился. И куда ни приходил Он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды Его, и которые прикасались к Нему, исцелялись. Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предание старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают Его фарисеи и книжники, «Зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делайте многое другое сему подобное». После спасения апостолов от обуявшей их стихии на море Христос учениками пристал к земле Генесарецкой. Весть о прибытии Христа тут же распространилась по округе. «И куда ни приходил Он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды Его, и которые прикасались к Нему, исцелялись». Священномученик Григорий, епископ Шлисимбурский, рассуждая над данным отрывком, писал, «Ко Христу надо бросаться, и Его надо коснуться, и тогда будешь здоров, и язвы зарубцуются. А ходить около Христа холодным умом и приближать Его к себе вялым чувствам – тщетное дело. Вот почему и отходят такими, какими подошли». Больные, которые касались Христа на улице, воспринимали Христа как последнюю надежду на спасение от мучительных болезней. И Господь помогал им, потому что рука их была наполнена не черствым безмолвием, но верой приходящего и жаждущего помощи Божьей человека. Блаженный Августин замечает, «Верою касаемся Христа, и лучше рукой не касаясь, коснуться верою, нежели касаться рукой, но без веры. Невеликим делом было коснуться Христа. И иудеи коснулись, когда схватили Его, когда связали Его, когда распяли Его. Прикоснулись, но через свое дурное прикосновение Его потеряли. Прикасайся верою, церковь кафолическая, верою прикасайся». Далее Евангелист Марк указывает, что собрались к Нему фарисеи некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. Именно через них Господь раскрывает нам пример окаменения веры в сердцах людей, холодности ума, которая не помогает приблизиться к Богу. Собравшиеся возле Христа Его учеников, книжники и фарисеи обратили внимание на то, что апостолы едят хлеб, не совершив ритуального омовения, тем самым нарушив закон старцев. Человек, пренебрегавший омовением рук, которая для них чаще всего носила лишь ритуальный, а не геенический характер, считался в глазах фарисеев не просто невоспитанным, но и нечистым в глазах Бога. На этот упрек Господь ответил словами пророка Исаии, который осуждал корыстную интерпретацию закона. «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаии, как написано, «Люди си чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Блаженный Феофилакт пишет, «Чтобы сильнее обличить иудеев, Господь приводит и пророка, осуждающего их. Они обвиняли учеников за то, что ученики приступили предания старцев, а Господь направляет против них самих гораздо сильнейшее обвинение, именно что они приступают закон Моисеев. Закон, говорит он, учит, почитая отца своего и мать свою. А вы учите детей говорить своим родителям так, «То, чего вы хотите от меня, есть карван», то есть посвящено Богу. Ибо фарисеи, желая воспользоваться имуществом простых людей, учили детей говорить родителям следующее, «Не требуй посвященного Богу». Обольщая таким образом детей и убеждая их посвящать что-либо Богу из своего имения, фарисеи через это заставляли их пренебрегать родителями и посвященное Богу присваивали сами. Это-то Господь и ставит им вину, что они ради корысти приступают закон Божий. Господь указывает нам, что отождествление веры в Бога только лишь с формальной стороной религиозных действий и обрядов несет большую опасность для человека, ибо подменяет настоящего добродетель формальными и холодными отношениями не только со своими ближними, но и с Богом. Нам же, дорогие братья и сестры, стоит помнить, что не холодным умом и расчетом мы приближаемся ко Христу, но искренней верой, наполненной добродетелью. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя упова, спаси меня от всех гонящих меня, избави меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok